Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, когда мы совсем недавно с вами говорили о ветеране, герое операции, который по вечерам он потерял супругу, пока был на фронте, воспитывает один дочь, и подрабатывал вечером, делал ремонты. И вот сосед снизу, он на протезе, и естественный протез по полу, звук. Сосед снизу пришел с палкой и сломал ему руку, в которую и так пластина была вставлена. Это было ужасно. Само название вернувшемуся с операции безногому герою сломали руку за громкий звук протеза. Я думаю, что ничего более ужасного в этом ключе невозможно придумать. Но, оказывается, нет. Только что наткнулся в московском комсомольце, пишут о том, что толпа во главе с депутатом избила участника операции под Калугой. Это просто какая-то фантастика. Толпа избила участника операции в Калужской области в его же доме. Вдумайтесь на секундочку. То есть они не могли не знать, они местные все жители, не могли не знать, что он именно участник операции. Вот что пишут. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением участника операции в Калужской области группы лиц, ворвавшихся к нему в дом. У пострадавшего зафиксировано множественные телесные повреждения. При этом в СМИ попали подробности случившегося. По данным журналистов, в избиении принимал участие местный депутат. Как сообщает телеграм-канал «Русская община ЗОВ», все началось с того, что селянин подрезал на дороге автомобиль вернувшегося из зоны операции жителей региона. То есть какой-то селянин подрезает героя операции. А почему я всех называю героя операции? Потому что, как сказал верховный главнокомандующий президент Владимирович Путин, это элиты действительно нашей страны. И они не могут пройти мимо каких-то нарушений. Мы с вами говорили уже о многих-многих-многих случаях. Начинается, вы помните, значит, ветеран без руки, когда он сделал замечание, что машину в «Лексус» поставили на пешеходном переходе. Это люди, которые прошли, как верно абсолютно говорит президент, журновая операция. Они в любом случае герои. Они защищали национальные интересы страны. И вот он возвернулся, и кто-то берет и подрезает его. Просто проживающий здесь же, да? После этого между мужчинами произошла перепалка. Селянин пригрозил ветерану, что придет к нему домой и не один. Но не в ноги поклониться и сказать спасибо за то, что тот защищал и его, и этого депутата, и остальных. Нет. А чтобы с ним разобраться. Разобраться с ним. Через некоторое время так и произошло. К дому экс-бойца подъехали несколько машин. Оттуда выскочила группа мужчин, которую возглавлял местный депутат. И ворвалась в жилище. После этого агрессоры избили участника операции. В результате чего он получил переломы костей лица и пазух носа. Друзья, вы знаете, ну, дальше некуда. Скажу честно. Это, конечно, это может быть в любом месте случится. Вопрос-то заключается в одном. Вы знаете, может быть раньше бы, если бы его кто-то подрезал, он бы и ничего не сказал. А вот теперь он не может промолчать. Потому что защищая Родину, эти люди приходят к пониманию того, что такое хорошо и что такое плохо. Именно поэтому президент, я абсолютно здесь согласен, говорит о том, что эти люди должны работать помощниками директоров школ по воспитательной работе и так далее, и так далее. То есть работать, иными словами, с молодежью. Потому что за последние 20-30 лет настолько извратили понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И висящие на 9 мая на билбордах разные инстасамки вместо ветеранов, как в Новосибирске это показали, тому подтверждение очень хорошее. Так вот, они не могут пройти мимо. Его подрезали, и он понимает, что такое взаимовыручка, которая была в зоне операции, взаимовыручка, поддержка и так далее. И он понимает, что такое обратное, что такое подстава, что такое, и как это наказывается там, да. И как люди ведут себя, как люди стараются помочь друг другу. И тут он попадает, скажем так, в общество, в общество, в больное общество, с моей точки зрения. В больное. А у нас больное общество, с моей точки зрения. Потому что в здоровом обществе нет таких песен, таких фильмов, где певица типа Полины Гагариной, которая недавно разделась в фильме «Красные линии». Если не раздеться, понимаете, это уже не фильм. Асмус должна была раздеться в тексте, здесь, здесь. Имитировать какие-то половые акты и так далее. Фильм без этого уже не фильм. Это ужасно. Это ужасно, что происходит. Сейчас ситуация меняется, меняется к лучшему. Но мы все равно видим, что фильм с Полиной Гагариной должен был, видимо, выйти. Без этого невозможно, видимо, было прожить. Поэтому общество больное. Потому что, вы знаете, здоровое общество посылает сигналы. И вот мы на стадии выздоровления, с моей точки зрения. Потому что мы начинаем посылать сигналы. Мы, изменившиеся мы. О том, что мы не будем больше терпеть голые вечеринки. О том, что перья Киркорова он может оставить у себя в туалете. О том, что вот это нам не нужно. И вот это признаки выздоровления. Это очень хорошо. Но еще очень много-много всего происходит. На что мы реагируем? В том числе и вот это. Мы стали реагировать на... Вы помните наверняка ветерана, которого не пустили на борт самолета. Потому что какой-то там молодой девочке показалось, что от него пахнет табаком. Причем бычок она не нашла в туалете. Алкоголь-табукрение вредит здоровью. И его ссадили, значит, с самолета. И это получило широчайшую огласку. Мы больше не хотим молчать, потому что мы понимаем, что мы этим людям обязаны... Да всем обязаны мы им. Мирным небом в нашем городе. Поэтому, вы знаете, конечно, когда читаешь такие случаи, я считаю, о них нужно говорить. Потому что противостоят этим героям, элите нашей страны, как абсолютно верно сказал президент. Противостоят те, кто не был там. Кто живет так, как раньше. Кто не понимает, что нужно не подрезать, если ты едешь по дороге, а помочь другому. Неважно, кто там за рулем. Вот в этом и есть главное выздоровление. В том, что сейчас, возвращаясь с операций, все больше будет возвращаться людей, которых будет не все равно. Понимаете? За последние 20-30 лет мы дожились до того, что убивать будут в подъезде, все двери закроют. Лишь бы не выходить. Потому что или тебе что-то сделают, человек понимает. Или он выйдет, помогать будет, потом сам сядет. Так вот, потому что такие случаи были. Так вот, стадия выздоровления, с моей точки зрения, характеризуется тем, чтобы очень много людей приходит, особенно из зоны операции, в первую очередь, которым не все равно. Настоящую машину на пешеходном переходе. На то, что человек едет с таким хамским отношением к другим участникам дорожного движения, что подрезает их или его. И он делает замечания за это. А эти люди, они привыкли быковать, понимаете, они привыкли, что они хозяева жизни. И они привыкли так относиться к окружающим. Больше этого не будет ни на сцене, ни в театре, ни среди так называемого шоу-бизнеса. Хотя нужно говорить эстраду, потому что шоу-бизнес – это деньги на шоу, морально или аморально, неважно. Им главное деньги заработать. А эстрада – это творчество. Для нас должна быть эстрада, эстрадный вокал. Вот понимаете, в чем дело? Не на улице, где те, кто привык, что можно жить для себя и плевать на остальных, они будут получать отпор от тех, кто пришел из зоны проведения операции. Мне хочется этим видео поддержать этого бойца. Тут, к сожалению, не указано его имя и фамилия, может быть, специально это сделано. Мне хочется, чтобы вы тоже поддержали, потому что мне очень хочется, чтобы эти люди знали, что мы гордимся ими, действительно считаем их элитой нашей страны. Низкий поклон вам в ноги всем. Друзья, оставляйте ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном, опять-таки, комментарии в описании к видео. Друзья, приглашаю вас на свой второй официальный канал Будда Гришна новости. Он в Телеграм находится. Почему в Телеграм? Там больше свободы слова. Мы обсуждаем там вопросы миграции, коррупции, внешней, внутренней политики. Последние трагические события с президентом Ирана Райси. Действительно трагическая гибель. И много-много всего. А там выходят некоторые видео, которых здесь нет. Мои новости уходят круглосуточно с моими комментариями. Обязательно подпишитесь. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если что-то случится с иностранными соцсетями, мы с вами не потеряемся. 20 секунд времени, но сохраним, так сказать, связь. Я вас там жду. Обязательно поприветствую. Еще раз повторюсь. Телеграм-канал Будда Гришна новости. Друзья, и приглашаю вас на свой сайт БуддаГришна.com для бизнесменов, предпринимателей. Там есть довольно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.